Приветствую вас. Сегодня умер главный редактор комсомольской правды Владимир Сангоркин. Владимир Николаевич, кстати, одним из первых деятелей медийки отечественной попал под санкции. Ровно 10 лет назад, осенью 2012 года, он стал ньюсмейкером в контексте разговоров про то, что его лишили американской визы. Я тогда Владимира Николаевича позвал в прямой эфир программы «Правда-24», и мы поговорили про это, и про санкции, ну и, конечно, про журналистику. Был такой разговор. Добрый день, это программа «Мимо, но среда», 2 часа дня, точнее 2 часа 13 минут. Мы немножко задержались, просим прощения. Сегодня у нас в студии София Корзова, Евгений Юрьевич Додалев, а в гостях у нас Владимир Николаевич Сунгоркин. Добрый день. Надо как-то сказать, что легендарный, да, легендарный, бессменный главный редактор газеты «Комсомольская правда». Бессменный, а сколько вы уже главный редактор? Бессменный. Потому что многие пытались сменить. А сколько вы уже главред «Комсомольской правды»? Тражды сказать, 98-го, 97-го, что получилось у нас. Ну, 20 лет будет в будущем году. Ну, а в «Комсомолке»-то вы с… 75-го года практикант пришел. То есть, да, действительно. То есть, на ваших глазах и с вашим участием молодежь пресс Советского Союза превратилась в пенсионную прессу, да. С моим участием, да. Рушили с моим участием, да. Владимир Николаевич, вот мы, когда готовились с Евгением Юрьевичем в программе, Евгений Юрьевич мне написал… А Суфья, как у вас получится? Суфья Андреевна. Да, Суфья Андреевна. Да, я Суфья Андреевна полезла вперед, да. А Евгений Юрьевич мне сказал, что тема у нас будет вот такая. Для начала. Да, для начала. Влияние советских молодых журналистов на формирование музыкальных субкультур. Молодежные прессы вообще. Да, молодежные прессы. О, то есть у нас такая мемуаристика пошла. Вы можете, да. Комсомолка подбивала эту стену. Легко. Ну, у нас, если говорить о комсомольской правде, у нас был такой легендарный совершенно человек Юра Филинов, и сейчас жив-здоров. Можно его позвать, он так бодрячком. Подожди, да. Подожди, подожди, подожди. Вот, и если говорить о таких каких-то этапах, что ли, мы делали конкурсы, которые назывались 33,1,3, выпускали пластинки. 33,1,3, что это Андреевна, ваше поколение может узнать, это скорость пластинки. Да, скорость пластинки. А, ну что? 33,1,3 оборотов. Это не пластинка, да. И мы выпускали эти пластинки, которые были страшным дефицитом. Вы выпускали? Мы выпускали с мелодией, с мелодией. А, конечно, с мелодией, да. Мы подготавливали, кто будет, там Саруханов будет, Пугачёва будет, там ещё кто-то будет, вот, в том числе и «Машина времени» на них была. Вот, значит, вот здесь у нас был большой вклад. Потом проводили самые разные музыкальные фестивали, участвовали в них. И, наконец, такая одна из вершин нашего, это сказать, вклада в один из краеугольных камней нашего вклада в рок-музыку. Была совершенно безумная статья группы товарищей, даже не статья, а коллективное письмо, которое называлось «Рагу из синей птицы», который критиковал Макаревича. Потом фанаты Макаревича собирали эти тиражи, жгли костры, проклинали нас. Ну, в общем, было весело. А что там было, скажите, пожалуйста, для меня, для нового поколения, для молодого? По нынешним временам там не было ничего. Ну, наезд такой был, но я говорю, по нынешним временам. То есть там никто не обзывался, ничего. Там была группа товарищей, причём известных, там, по тем временам и сейчас известных. Виктор, я правильно всё путаю, Виктор Астафьев у нас, писатель, Виктор Астафьев, значит, Роман Солнцев, был тогда знаменитый режиссёр. Такая группа деятелей культуры выразила изумление, что молодёжи показывают такой странный ансамбль, вокально-инструментальный ансамбль «Машина времени», который поёт очень странные песни. Вот она называлась «Рагу из синей птицы». Не нравилась песня «Рагу из синей птицы». Синяя птица, да. Да, и всё это как-то, ну, в общем, старшее поколение выражало недоумение. Чего они там слушают эти, значит, дети? И что они поют, вот эти вот непонятные, значит, люди молодые, ну, это вызвало такой огромный интерес. Я думаю, вообще, Макаревич и его компания должны нам быть страшно благодарны. Мы уже про… По нынешней мере, все-все понимают, был дикий пиар, и все, кто не знал про «Машина времени», после этого узнали. А после «Копсомолка» выходила тиражом, там, примерно 7 миллионов экземпляров. Вот я тебе, минуточку, хочу уточнить. Мы когда с Павлом Николаевичем Гусевым, главредом МК, беседовали, я с изумлением узнал, что тираж, это была аж не рыночная история, а ему, допустим, в МК тираж определял горком «Комсомола». А тираж «Комсомолки» кем определялся? Как вот складывались вот эти цифры огромные? Сейчас скажу, там было от обратного, был такой контроль. Всё определялось, естественно, в Центральном комитете партии. Партия, не в ЛКСМ. Нет, партия, 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 конечно, партия, это слишком большая газета, чтобы в ЛКСМ придел. Мы входили в систему издательства ЦК КПСС «Правда». Но орган ЦК ВЛКСМ. Да, орган, это идеология. Зарплату мы получали в ЦК партии, начальство наше утверждало, что ЦК партии. И в ЦК партии была такая установка, простая, как многое в то время. Значит, у «Правды» должен был тираж максимальный быть, допустим, 10 миллионов. Если он вырос, ну, по количеству коммунистов было примерно 14 миллионов, ну, вот 10 миллионов выписывали «Правду», а другие коммунисты, военные, выписывали «Красную звезду». Все, разобрались. Теперь комсомольцев. Их было 28 миллионов в стране. Но дальше возникла коллизия. «Комсомольская правда» не могла быть по тиражу. Больше, чем самая главная газета. Больше, чем самая главная газета. Понятно. Сказали, у вас будет 9 с половиной. И вот так примерно шли. А когда уже всех отпустили, вольную всем дали, значит, где-то в 90-м году дали всем вольную, плюнули, Горбачев сказал, все. Делайте, что хотите. Делайте, что хотите. У нас тогда тираж взлетел до пресловутого 21 миллиона. Но это был один год, когда все врата открылись. 21 миллион. 21 миллион. Это самый большой тираж в мире во всей истории газет. Гиннес есть? Да, конечно. 21 миллион. 21 миллион. По Гиннесу самый большой тираж 20-го века в ежедневной газете. То есть человек 5 читал каждый экземпляр, 100 миллионов читал каждый выпуск газет. Это был один год. Это был, по-моему, 90-91 год. А музыкальные рубрики были? Да, конечно. Вот у нас была эта рубрика 33, 1, 3. Был еще у нас какой-то граммофон, она как-то называлась. И вот у нас Юра Филинов был такой, он абсолютно был такой современный человек. Но когда вот этот был погром связан с машиной времени, и ему досталось, потому что он как бы был редактором этого дела. Но опять все же тогда было так дозировано. Знаете, вот как делают блюда. Значит, пророк музыку можно было написать, допустим, один раз в полгода. А кто контролирует? Как вот контроль это осуществляет? Главный редактор для этого есть. А, понятно. А кто в ту пору был, когда Селезнев был знаменитый человек, Геннадий Николаевич. Который потом в Базгуме был. Да, 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 они все вот так вот взвешивали. И все это считалось так, знаете, ну хорошо, молодежь же надо, чтобы читала. Вот молодежь. Но это был заказ на машину времени? То есть кто-то позвонил из... Да, наверное. То есть стоящих сказали, надо пригласить ребят. Семь лет, я ничего не понимал, что не поют вообще. Потом, еще хуже было с Гребенщиковым. Когда начали слушать «Аквариум», я вообще решил, что это дурь от нашего брата, что не может это кому-то нравиться. Ну, постепенно, дело в том, что когда переходишь из одной цивилизации в другую, многие вещи просто непонятны. Ну, а сын ваш, он разделял ваше представление о прекрасном? Сунгуркин-младший. Да, Сунгуркин-младший, он уже, по-моему, вообще не по музыке, а у них все там в компьютерах. Ну, понятно. Ну, как в подростковом возрасте музыку-то слушал? Я не заметил, я не заметил ничего такого, что вот он был там фанатчик. Ну, а что вы слушаете? Вот для себя, для души. Нет, я вам скажу, что мы слушали, допустим, мы слушали то, что сейчас популярно. Мы слушали, Битлз был тогда на пике, он еще был действующим. Дальше шел Лед Зеппелин, тоже все слушали. И вы Лед Зеппелин слушали? Да, конечно, никаких вопросов не возникало. Это нам было все абсолютно понятное. Это сейчас обидно Гребенщикову варить, я думаю. Ну, те-то пели на английском, понимаете. Поет, музыка хорошая, ты приплясываешь, но все хорошо. А эти же на русском поют, Гребенщиков. И поэтому, когда он поет этот, даже не город золотой там, а какие-то такие вот, какую-то Кострому Монамур там заведет. Чего он хотел? А еще у него в тот время был такой индийский цикл какой-то, или тибетский, там, или гималайский. Но вы со временем пришли в итоге к Гребенщикову? Сейчас вы его слушаете, да? Пришел, пришел. Ну, как, я люблю твоего... А к машине времени? Пять песен люблю у него, очень люблю «Машину времени». Вот, это уже с десяток песен очень люблю. Ну, такие абсолютно хрестоматийные. Но большой пласт Гребенщикова я не могу слушать. Вы знаете, вот вы сказали насчет музыки Гребенщикова. У меня очень много. У меня знакомый один, не хочу его плавить сейчас в эфире, рассказывал, что он Бобу Дилану поставил музыку БГ. Это было где-то 97-й год. И Боб Дилан говорит, ну, я слова-то не понимаю, музыку эту я где-то слышу, что он сказал. И здесь следующий вопрос мы приводим. Вот как вы считаете, то, что Нобелевку за литературу получил Боб Дилан, ваши персональные отношения? Не Глапреда к комсомолке? Я считаю, что какой-то уже... А вы можете процитировать что-нибудь? Нет, я не могу процитировать. Пару строчек, а вы? Нет, нет, не могу. Кого? Боба Дилан. Нет, я вообще не говорю. Блоуин и Зуин, да, перемены, ветер несет перемен, бла-бла-бла. И мэнгейт нэйнстул занялся, то есть человек дал имена всем животным. Очень смешная песня, без всякого... Я думаю, там случилось следующее. У меня такая вот конструкция в голове. Они до этого назначали, значит, лауреатами, был уже... Уже до 90-х парагина. Назначали, мне нравится. Да, ну а как мы избирали, они избирали лауреатами, и это уже превратилось в полную пародию. Мы всегда знали, что они где-нибудь найдут в Танзании, в Кении, какой-нибудь странного человека, который не знает никто и не читает, его объявят. Это такое толерантность, я не знаю, что такое. Но это становится уже пародийным. И, по-моему, они из одной крайности в друга, когда они поняли, что над ними весь мир смеется, уже много лет, значит, это было вот это вот несчастье, значит. Они, я думаю, они все довольно взрослые, умудренные такие жизнью люди, толком уже не понимающие, что где. И я думаю, им кто-нибудь пришел и сказал, а давайте Боба Дилана нашего, и мы вот, и тогда, и тогда нас никто ничего не обвинит. Да, давайте-ка. Это все вообще здорово, и опять никто не хочет казаться ретроградом, да. Все хотят, даже в 90-е лет им хочется быть такими, попрыгунчиками такими, да. Ну, и говорят, вообще давайте, вот, оживим. У меня другого объяснения нет, потому что, ну, безусловно, это из одной крайности в другую. Я думаю, это не имеет никакого отношения все-таки к понятию лауреат Нобелевской премии по литературе. Ну, вот мой ответ. А как вы вообще относитесь к таким вот музыкальным явлениям масштабным, о которых ваши газеты пишут, такие как конкурсы в Евровидении? Допустим. Ваше издание пишет об этом, потому что об этом невозможно не писать, или вам самому интересно то, что происходит? Нет, мужик, мне абсолютно неинтересно. Многие вещи, которые пишет «Комсомольская правда», мне лично абсолютно неинтересны. Ого, вот это да. Да, ну, я надеюсь, у вас не очень много слушателей. Хотя в наше время все, нет, а что вот это да, это работа, понимаете? У нас качество слушателей, а не конечное. А как мы подходим, собственно, почему мы пишем про Евровидение, а не пишем там? То есть вы работаете главным редактором «Комсомольской правда»? Просто потому, что это работа для вас? Еще собираюсь поработать, да. Просто ради денег? Это абсолютно такая история, не имеющая никакого отношения к моим личным вкусам. И слава Богу, у нас есть аудитория, на которой мы работаем. Это аудитория массовая, народная аудитория. Мы точно знаем, мы просто берем замеры. Если завтра вдруг окажется, что бывает в жизни, и может быть, что конкурс пианистов Чайковского вдруг каким-то образом щелкнул, и его стали смотреть десятки миллионов, а люди перестали смотреть Евровидение, мы забудем про это Евровидение как кошмарный сон, причем произойдет это в течение минуты, нам не надо для этого ничего. И мы будем писать об исполнителях конкурса Чайковского, об рояле, на котором они играют, о скрипке, которая вон там, и с ней что-то связанное, ее украли в Страдиваре 200 лет назад. Вот абсолютно такой подход. Мы работаем с аудиторией, нам все равно абсолютно, чем она интересуется.